Друзья мои, всем привет! Чем сегодня хочу сказать? За прошедшее время накопилось очень много вопросов от мам, кто воспитывает самостоятельных сыновей, о том, как же воспитать женщину, у которой неполная семья, мужчину, настоящего мужчину, который рядом. Каких только вариантов я не слышал, какие только вопросы не поднимает у меня мама на приеме, я скажу свое мнение. Во-первых, я не знаю, как вам воспитать настоящего мужчину и, наверное, нет у меня таких рекомендаций. Я точно знаю, что не надо делать. Но то, что не надо делать, я заострил ваш внимание. Первое, не надо что-то делать за будущего мужчину. Не надо ему указывать во всем везде и всегда, что ему надо делать, потому что он никогда не научится, как принять решение. Какой бы у вас не был сын маленький, не таскайте за него сумки, дайте ему пакет, пусть он привыкает. Дайте ему возможность подавать вам руку, когда вы выходите из общественного транспорта. Дайте ему возможность открывать вам дверь, дайте вам возможность, ему возможность, вам помогать, вас любить, вас выделять как женщину. И только тогда мальчики смогут начать ощущать себя мужчиной, настоящим мужчиной, ответственным, нужным, заботливым, старательным, состоявшимся. Казалось бы, простые ошибки со стороны женщин. То вы торопитесь, стараясь им завязать шнурки. Не завязывайте, пусть мучаются сами, нам учатся, сделают. Ничем плохим это не закончится. То вы стараетесь быстрее деть, потому что вы торопитесь с ними в садик, в школу и еще куда-то. Дайте мужчине совершать свои поступки и свои ошибки. Это будет самое правильное. Как только, как только, вы позволите нам это делать, взрослым или мужчинам, детям, либо совсем ребятишкам, сразу пойдет развитие, развитие мужской силы, самостности, опоры, то, чего он так не достает. Поддерживайте нас, но не мешайте. Всем желаю добра и здоровья. С вами был я, Николай Соловьев.